Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В предыдущем ролике мы рассмотрели виды фрез. Предлагаю вам на практике посмотреть, как работает каждый из насадок. Мы разберем с вами снятие гейлака при помощи твердоспанной керамической и карбидной фрезы. Первая использована насадка у нас с вами твердосплавная с синей насечкой. Я использую насадку с синей насечкой. Она является универсальным для большинства мастеров, как для опытных, так и для новичков. Достаточно быстро снимает цветное покрытие. Для начала убираю топовое покрытие, затем углубляюсь до тонкого слоя базы. Следующий ноготь мы снимем при помощи карбидной насадки. Снятие насадки производим по принципу, как твердосплавный. Можем увидеть, что снятие происходит быстрее, насадка проникает глубже. Можно нечаянно поранить кожу, поэтому следим за тем, чтобы не было неприятных ощущений у клиента. Единственное, что такой насадкой не очень удобно работать в области кутикулы и области боковых пазов. Следим за тем, чтобы насадка не попадала на кожу. И третья насадка для снятия у нас белая керамика с синей насечкой. Работаю плоскостью насадки. Кончиком снимаю материал в области боковых пазов и кутикулы. Такая форма кукурузы очень удобна для этого. И действительно, насадка очень быстро снимает цветное покрытие. Сглаживающими движениями выравниваю поверхность. Мы забафили ногти, придали форму и приготовили к следующему этапу обработки боковых валиков. Насадка у нас алмазный конус 0,27. Алмазная насадка очень хорошо убирает роговевшие боковые валики. За счет широкого основания насадка очень быстро полирует валики. Мы закончили этап обработки боковых валиков и приступаем к приподнятию кутикулы. Я продемонстрирую, как работает тремя фрезами. Лепесток 0,14, пламя 0,23 и почка 0,25. Работаю на 15-17 тысячах оборотов. На правом реверсе выполняю небольшие прерывистые движения, тщательно прорабатывая область синуса. На каждом этапе сильно оттягивая кожицу. Пламя 0,23. Работаем по такому же принципу. Единственное, что стараемся работать по коже, а не ногтю. Переключаем реверс и работаем с правой стороны. Почка 0,25. 15-17 тысяч оборотов. Работая с почкой, важно следить за углом относительно ногтя, чтобы она своим пузиком не пропиливала ноготь. Как вы видите, она хорошо дочищает боковые валики. А за счет крупного диаметра высоко приподнимает кутикулу. Посмотрим на итог после приподнятия кутикулы. Видим, что все три насадки отлично справились с поставленной задачей. Для еще большего приподнятия используем маленький шарик 0,1 синим носочком. Резаем маленький шарик. У меня работает по торцу кутикулы, практически не касаясь ногтя. Еще больше приподнимает кутикулу. Большой шар 0,31 с красной насечкой. Работаем на скорости 7-10 тысяч оборотов в минуту. Первым проходом приподнимаем кутикулу. И вторым проходом потихоньку идем ее срезать. Не задерживайтесь на одном месте для того, чтобы не пропилить задний максимальный валик. Обратно скругленный конус. Работаем на той же скорости и по тому же принципу, что и большим шариком. Первый проход приподнимаем кутикулу. И вторым проходом срезаем ее. Продолжение следует... Несомненно, каждый мастер выбирает те фрезы, которые ему удобны в работе. А какие ваши любимые? Напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно узнать. А в следующем ролике я покажу, как работать с безопасной фрезой. Подписывайтесь на нас. Всем успехов! Пока-пока!